Магазин видеоигр был, есть и будет! Быстрый как молния! Надёжный как скала! Дешёвый как печенье! А ещё здесь можно продавать, ведь это ещё и торговая площадка! Запомни! G2A.com Лучший магазин видеоигр был, есть и будет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Испортбэтс.com Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает фёрдплат? Кто заберёт первого Рошана? Кто выиграет на живой раунд? Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испортбэтс.com. Живой азарт и холодный расчёт. Двенадцатый сезон Старладера стартовал. Вместе с билетом в Дота ТВ ты получаешь сет на Слардара, в котором у героя появилось новое лицо. Изменённое оружие Слардара с новым эффектом свечения и два альтернативных скина на твой выбор. Ищи билет в Дота Стор и повышай призовой фонд. Двенадцатый сезон Старладер ТВ. Двенадцатый сезон Старладер в каточку и по домам. Да, да. Причём шансы у них в принципе неплохие. Они показали неплохой перформанс, не побоюсь этого слова. На первой карте я имею в виду. И сейчас нужно просто так же, хотя бы так же качественно сыграть. Если сейчас будут ребята из Polar играть так же, как они играли раньше, то у них в принципе могут быть проблемки. Ну да, если проигрывать игры, то есть проблемы. И с менеджментом, и с результатами, и с призовыми, я тебе так скажу. Да, да, согласен. Согласен. Могут быть проблемки. Мы видим, что Alliance появляется с Лордар, и понятное дело, что он под снайпера, потому что снайпер по минус-армору наваливает очень-очень больно. Я тебе скажу больше, что по минус-армору, да, вот я хотел как раз продлить твою мысль. Много чего наваливает очень-очень-очень больно. У нас есть замечательный Ancient Operation для Лила. А вот этот легендарный? Который сейчас уйдет в леса и будет там махать рушенькой своей. Ну что, мне нравится, например, этот Ancient Operation. Да, дорогие друзья, вам всем сейчас пришло уведомление на Твиче. Да, я... Арес эти пароля. Тоже, да, поддерживаю это сообщение о том, что... Придется вам всем поменять свои пароли, прикрепить по новой Ютубы... Мне нравится, как... Смотри, как тебе формулировка сильности пароля? Так себе! Пойдет? Ну, типа, слабенький ты, Роман, даже по паролям ты что-то проседаешь. Ну, так себе, да? Так себе ты! Действительно. Ты старым-то не очень был, а с этим так вообще... А с этим вообще так себе, да. Ну-ка, я попробую сейчас. Ну, давай, попробуем. Тебе тоже скажут, что ты так себе. Да? Good Hunt? Not you? Нет, Good Hunt это I am. I am the one and only. Ладно. Asus Polar, четвертый пик. Есть саппорт и есть, скорее всего, мидер. Хотя тут может все тасануться, это будет фармящий. Что распилит баунти-хантер? Что? Баунти-что? Баунти-что? Как его зовут? Баунти-... Я уже забыл, как его тихо-забыл. Баунти-хэ. Хантер. Охотник за сокровищами. Но! Пикнуть баунти-хантера против... После Слардара, это какой-то... Садо-мазохизм, по-моему. Мазо-мазохизм, я бы сказал. Сада баунти-хантер Слардару вообще не делает. Я тебе так скажу. Насколько я помню. Так, ну ладно. Альянсы. Четвертый пик. Уже есть два такие достаточно плотных товарища. Один инициатор есть. Нужен еще, естественно, неплохой бы суппорт. Какой может быть хороший суппорт? Леон? Нет, это Скаймак. Скаймак против Шторм Спирита тоже очень хороший вариант. Мне очень нравится такой вариант. Что ты там? Мне говорят, что одновременно сказала, что пароль на сброс выслан. И в ту же секунду писала, что ты больно часто хочешь пароль сбрасывать. Ну это тоже нормально. Я думаю, что там много людей сейчас хотят сбросить пароль, поэтому... А не, все нормально. Могут быть какие-то там сбои у них. Последний бан. Минус Бруда. Что-то поляры... Вообще сегодня команды не особо хотят видеть Бруду частенько. Она оказывается в банах. И Alliance убирают у нас кого? Хардкерри. Какого именно Хардкерри? Против Илюшки-то Медузу, Антимага. Антимага, возможно. Возможно, Антимага. Да, во-первых, Антимаг довольно-таки быстро сокращает дистанцию против снайпера. Блинк. И он уже внутри. И против Слардара тоже неплохо, потому что Слардар без маны такой себе тоже вояка. Но другого сокращателя дистанции забанили. Это Фантом Ассасин. И появляется Фантом Лансер. Канцер Лансер. Последнее время... Да, популярный. Ты очень слабый мне написала. Вообще написала, что ты слабый? Да. У тебя даже не так себе, да, вот этот... А вот так? Нормально? Ты только написала прекрасно. Прекрасно. Ну все, больше ничего мне не надо. Так что, ребята, скидывайте свои пароли на Твичи. Ну, в смысле, не мне в личку. А просто на мыло и... Спокойненько. Просто на мыло. Не в личку, а на мыло. Да, мне в личке уже места нет. Никуда мне вошли. Так, ну смотри. Альянс сейчас должны взять кого? Во-первых, Слардар. Будет ли это... Трипла в сложной со Слардаром? И какой-нибудь герой в легкую сейчас отправится в Альянс? Или это все-таки будет фармящий Слардар? Такой потный... Потный, потный, потный Слардар. Не-не-не, подожди. Под снайпера не нужен потный фармящий Слардар. Под снайпера нужен Слардар с Даггером и Вангвардом, который запрыгнул, застанил... Правильно. А где он может потно заработать себе Даггер и Вангвард? На изилыне. Именно, я про это не говорю. Но фармящий это дальше, чем Даггер и Вангвард. Это пошли Тараски там... Это понятно. Нет, Тараски и все остальное можно насобирать, когда ты уже всех убил. Ты всех убил, тебе дали много денег, ты все на коне. Ты интересный? Как ты можешь всех убить без Тараски? Ну, как-то... Даггер, Вангвард. ПТ-ур на Вангвард, поехали. Ну и против Лансера. Смотри, здесь АОЕ не так много какого-то сильного. Остается оффлейнер. Может быть, какой-то Тимбер. Я понимаю, что это риск, то, что если появляется фаз диффуза и Тимберсоу ничего не показывает. Или Кентавр с Дабл Эджем. Ну, короче... Дарк Син. Дарк Син. Кто за... Ну, это ответка Баунти Хантеру. Вырыгнули фигню 2007-ой. Бля, я даже не знаю, 2007-ой ли. Топ оф лейнер ЕУ. Ну, слушай, на самом деле, если вспомнить, кто он там, Юниверс. Юниверс на Дарк Сирии такие штуки рассказывал и показывал, что... В 2007-ом, да? Вспомнился. Да нет, даже, наверное, в 2011-ом. Не так давно, скажем так. Когда на твоей мохнатке еще даже не играли практически. Мохнатульки? Мохнат... ну, одна фигня. Ты что, обижаешь Магнуса моего? Так, ладно, ладно, друзья. У нас тут потихонечку разбирают героев, хотя пока еще до полного разбора далековато. Мы ждем Слардара и Скаем. Возможно, это последний матч на сегодня. Они там на камень-ножницы-бумагу. Типа кто на кум? Давай, я хочу станеть, а я хочу сайленсить, да? Да-да, и вот это поехали там. Вот это. По-мужски. Фирме, да, вот это, да? Типа того. Так, ладно. У нас там стратегическая пауза, как обычно. Но мы пока можем посмотреть, кто на ком будет играть. Ну и начнем, наверное, с команды Asus Polar. Фенгер будет бегать на Венге. Опять Сидуха, Баунти Хантер, Summer Soul, Ancient Operation. Год на Шторм Спирите. И Иллидан, естественно, на Фантом Лансере. Да, ну и Альянс, Мэдж Кап, Тренд Протектор, Аки, Скай Мак, Никва, Дарк Сир, Лода будет играть на Слардаре. И Пайкат шмалять на Снайпере. Этот Снайпер такой забавный, с этим шлемом. Да, стрёмный на самом деле. Не понимаю, как это вообще прошло в Доту. Такой, тут это, что ты не понимаешь? Ну, во-первых, у него борода. Вот что это за железная хрень, прикрывающая бороду? Стрёмно смотрится. Второй, вот этот глаз непонятный, он тоже нахрен не нужен. Но он целится этим глазом? Он дед-охотник с шапкой из волка на голове, а тут он превращается в какую-то киборгоубицу. Это образ такой у него. Образ киборгоубицы? Ничего ты не понимаешь, короче. Да, конечно. Совсем ничего. Ну, а зэк Войд, это тоже нормально? Нет, Войд это вообще забей. Чувак, это худшее, что я видел в Доте за всё время её существования. Ремейк Войда. Просто голоса... Ему ещё озвучку, вот реально русского сказать. Золотые купола! Причём записанную каким-то школьником на веб-камеру. На диктофон. Ну, на веб-камеру, в принципе, из той же оперы, да. Да, посмотрим, как себя чувствуют. Нет, кстати, очень интересно. Вот как ты думаешь, что Вольво придумает в этом году? На что? На что? На интернешнл на что? Я не знаю. Как обычно. Они обещают кучу плюх. А потом они ещё не дадут? Это не знаю. По-моему, наша фишка. Они были прародителями, скажем так. Потому что они первые начали. А мы начали мстить. У нас ребята, на самом деле, тёрки с Волвы. Типа... Да... Это как бонус к Экспе в 10 сезоне. Примерно из той же оперы. Не, уникальный сет на вебера — это отдельная история. Это был наш фёрстблат. Был фёрстблат, действительно. Мне больше всего понравилась именно вот, 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 кастомизированная база. Её реально обещали... Это был, наверное, один из самых... В смысле, вот это не кастомизированная база? Вот это бульбозаур конфьюст? Да. Это очень кастомизированная база. Всё, вопрос исчерпан. Я думаю, они примерно так же отвечают всем, кто задаёт им подобные вопросы. И правильно делают. И база кастомизированная выйдет примерно тогда же, когда и Half-Life 3, да? Нормальная кастомизированная база, а не вот эти вот статуэтки. Ладно, смотрим. Пайкат на снайпере против Штормспирита. Году здесь уже неприятно, ему приходится сожрать фласочку. Там неприятно сейчас будет никвей. Его пытаются сожрать. Вот в чём проблема. Его нашли. И хотят убить. А дальше? Ну хорошо, они его нашли. Ну а дальше нет просто никого рядышком. Фантом Лайнсер фармит Крипочков у себя под вышкой глубоко. Там Трэнд Протектор до этого очень серьёзно пробили. Прогнали. Ну а в миде что? В миде снайпер в Шторм. Вот это интересная, кстати, такая дуэлька получается. Крипочков снайпер бьёт очень хорошо. Шторму посложнее. Реально посложнее. А плюс ещё снайпер и Шторма бьёт очень хорошо. Ты посмотри, как просел там ФНГ, ему бы ещё пару тысячечек и привет. То есть тут непонятно, кто кого на оффлейне гоняет. Мэджка. Мэджка к руне. Руня до руны ещё 5 секунд. Ну, кстати, его тут реально могут поймать. Он уходит. Он побоялся чилинтача. Подходит ещё и Винга со станом. Её ровно инвиза. И Винга забирает, между прочим, этот стан. И куда же она отправится? Она отправляется в мидель. А в мидле вот этот самый снайпер. Слушай, это... Ну, подожди, снайпер должен быть. Тут снайпер стоит, смотри. Опа. Опа. Тихо, тихо. Такой крипу. Псс. Ты меня не видел. Тут наоборот, типа, вышло, мне кажется, байкат крипу. Псс. Ты его не видишь. Пусть подходит ближе. Здесь такой крипу подходит. Навались, мужики, типа. По 5 тысячечек скинули. Гот. Вот эта замашечка его была. Ещё шрапнелька. Погоду. Слушай, два головашота подряд. Ещё проходит. Ну, там по пайкату уже вышка начала стрелять. Поэтому больненько было. Дуже болите. Там у пайката, если что, четвёртый уровень 15 на 3. У шторма вроде тоже всё примерно так же обстоит. Но сейчас его снайпер уже реально начинает потихонечку гонять. Если бы снайпер, например, ещё вкачал какой-нибудь тейк-эйм в 2 на пятом уровне, чтобы 2-1-2 была прокачечка, то можно было бы вообще хорошенько размениваться по хпшечке со штормом. Так как тут атак рейндж 480. Здесь сейчас 650 там на топе у нас забрали одного пацанчика. 650 будет 750. То есть можно вообще нормально хитаться. Ну, минус Баунти Хантер. Ничего удивительного в этом нет. Да, у него, во-первых, теперь очень уязвимый он под дасты. Соответственно, если тебя просветили в инвизе, мувспид у тебя очень слабенький. Ну да, так как ему инвиз толком мувспида не добавляет. Ну, вообще его не добавляет. Поэтому, как только тебя просветили, ты в очень плохой ситуации. А с учетом того, что ты оффлейнер без денег, и у тебя может вообще сапога не быть. Ну, здесь уже сапог есть, тут его можно поздравить. Смотри, 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 БХ пришел такой беспалево-беспалево. Упу-пу-пу-пу-пу. Пацаны, к вам крыс на топ. И он такой, типа, они не видели, сейчас обойдут. Чекну. Сейчас лунку надо забрать бы, наверное. Пропало. И руна регенерации внизу. Кстати, там году нормально снайпер пытается подострелять, но в результате натиск ослаб. И руна регена. Да, руна регена. Халявка. Для штурма это реально топовая руна. Да, при наличии особенно шестого уровня, когда постоянно есть чем скидывать ее, то есть можно постоянно держать то, что этот реген работает, и ты в это еще время и чудишь. Да, там перемещаешься побыстрее. Какие-то ремнантики понатыкать тоже можно. Skyrass Mage перетянулся в мид. Ровно так же, как и Тренд Протектор. Но у них сейчас проблема у этих двух пацанов. Вернее, у одного из них. То, что он первого уровня был до недавнего момента, только-только поднимает левел 2. А что тут БХ делает? БХ... Ага. Смотри, что он делает. Хитрец. Хитрец убил Кентавра? Да. Обхитрил его? Обхитрил Кентавра. В это время SummerSoul зашел в мидл. Немножко пофармить крипчиков. Но Пайкат-то сейчас получит левел 6 и может пофармить Ancient Operation на полном серьезе. Да, он пошел его фармить. Все, есть вижен. Пошли тут заливать. Шторм, правда, влетает почти на фулману. SummerSoul погибнет ли? Да, он умирает, но так же погибает и Пайкат, и погибнет еще и Аки. А вот это хороший ответ. Здесь Пайкат Фиттель очень сильно седого, соответственно, он получает сейчас практически 6 уровень, в то время как Лодов вот только-только на Изи Лейне получает 6. Ну да, два фрага такие очень неприятные вышли. Наконец-то Дарк Сир начинает получать экспириенс. Под вышку к нему крипочки приходят, уже 4. Летит Экспа просто дуром. Так, ну и что тут выходит? Выходит то, что Дарк Сир пока, как обычно делают все Дарк Сиры, ничего не делает. То есть он просто кидает свои щитки и фармит. Ровно этим же занимается и Фантом Лансер. Причем у Фантом Лансера получается чуть-чуть получше. Ну и выходит на Никву. Да, начинаются эти забеги, залетает стан, ну и все, минус Никва. Да, при том у него не хватает на ТП-аут. Было бы ТП-аут, можно было бы попробовать и улететь, потому что сбивать-то больше и нечем было. Стан венге был потрачен, соответственно, лети не хочу, как говорится. Но у него было 80 денег. Соу-ринг. Да, он купил себе, так понимаю, ринг оф Регген, и, соответственно, ему не хватило на ТП-аут. Сейчас он, скорее всего, разберет базилку. Получит соу-ринг. Ну да. А тем временем у Слардара появляется шестой уровень. Селедка теперь может подсвечивать того же Баунти Хантера. В принципе, он занимается ровно тем же и с Слардаром. Да, но до появления дайгера Слардар не такой прям убийца. Хотя со спринтом может себе позволить врываться. Да, зависит, конечно, от набора героев. Но тут Штормала ведь тяжело. Ancient Operation тоже находится в основном вне замеса. В принципе, у Полоров, если на то уж пошло, инициирующее составляющее достаточно хреновое, я тебе так скажу. Ну, Шторм. И все. А это хреново? Это именно то, что я хотел сказать? Шторм это хреново? Нет, именно один Шторм на врыве это хреново. Потому что какое продолжение после этого самого врыва? Что должно происходить, чтобы драка успешно началась? Потому что там понятно. Там Дарксир, Слардар, еще там какой-нибудь снайпер настреливает из-за спины, Скаймак заливает под любой из станов, Тренд Протектор всех стягивает. Окей. То есть вот у Альянсов реально видно, как должна начинаться драка, как она должна происходить, как она должна закончиться. У Поларов видно, что Фантом Лансер всех убьет. А что если придется драться раньше? А что если он купит себе даггер и... Даггер и БКБ вот он себе купит. Не, причем тут, слушай, БКБ реально норм. Потому что тут БКБ вырубает вообще всех, кроме там... Ну блин, тебе все равно могут повесить Amplify Damage и снайпер тебя все равно развалит. Да, я говорю, то есть БКБ там, в принципе, может и хорошо, Баунти Хантер забирает, кстати, Дарксира, А когда такие вещи совершаются под треками, Это огромные дивиденды приносят Баунти Хантеру. Огромнейшие. Да, да, вот он 500 голды заработал за один фраг. Собственно. А это нормы. Для саппорта, точнее для оффлейнера, это нереальные деньги. Нереальные? Он их держит очень редко, в руках так много и разом. Ну вот у него уже скоро какие-то фейзы появятся, Или барабаны, или еще что-нибудь в этом духе. В принципе, БХ мог бы попытаться отправиться как-то пороумить, Попытаться срезать, например, того же Скаймага, Но Скаймаг держится в основном на линии, Рядом с вышкой, либо рядом с каким-то героем, И просто так его не взять. Дарк Сир уже давно должен был отправиться фармить Леса, И побыстрее вывести себе какую-то командную Мекку и так далее. Но он остается на лейне, с попыткой не давать Лансеру фармить, Что у него, в принципе, не получается. Лансер все равно топ-1 крипстатс на карте имеет. Может быть, хуже, конечно, все было бы. И Владмир появляется у Лансера. Интересный выбор второго артефакта после ПТ. Это как раз-таки, наверное, обусловлено тем, Что Дарк Сир постоянно его коцает по ХП, И Владмир тебе позволяет и отрегениться, И манка лишняя. То есть тут же никаких цемок нет. Да, да, все тут очень неплохо складывается. Армор лишний не помешает. Армор, в принципе, лишним не бывает. И против того же Слардара, да, Хоть какое-то там укрепление дополнительное. Хотя мы прекрасно понимаем, что это достаточно Такое сомнительное укрепление, конкретно, против этого героя. Ну и выход на Никву готовится. Готовится весьма активно. Тут Штурм Спирит тусуется. Вообще, 4 героя сейчас внизу находятся у команды Асус Полар. Вот смотри, Лода получает заветные 2 300. Будет ли он покупать Даггер или пойдет... Да, покупает Даггер. Но если Слардар не покупает Вангвард, А покупает сразу Даггер, Ему надо начинать экшн. Потому что... Ну правильно, правильно. Так у него сразу и Смок появляется. То есть он купил Даггер, купил Смок. Это дефолтный, активный такой Слардарчик получается. За что, в принципе, Лоде огромное спасибо. Потому что у нас уже были инциденты, Когда Слардар слишком медленно играл, скажем. Собирал слишком медленные артефакты. И из-за этого не мог должным образом инициировать. Вот вообще в идеале это поняла Ленц. Хотя сейчас забрать... А, вот-вот-вот. Сейчас палил Лода свой Даггер. Получает, что ульт-аппарата. Ну, тут пока Ливеньк Армор. Это здорово. Подблочил какой-то дэмэдж. По сути, дерево, конечно же, выживет. Ему в идеале пятый уровень получить. И, соответственно, третий армор. Приходит сюда Пайкат, который хочет, наверное, Вышечку дострелять. Эту Т1 на топе. Слишком мало ХП. Ну, вообще сейчас просто линию отдадут, и все. Слардар отправится дальше ромить, кого-то пытаться убивать. А Пайкат может остаться на изи-лейне и банально фармить. Просто-напросто фармить. Сейчас, кстати, неплохо будут смотреться Никва плюс Слардар. То есть, щиточек накинул, запрыгнул, станчик. И я думаю... А еще вакуум, станчик какой-то. Это вообще идеально. Но для этого Дарксиру тоже нужен Даггер. Хотя я уверен, что мы увидим Даггера на Дарксире когда-то. Вот, смотри. А Элидан, он понимает прекрасно, что может быть просто огромная тьма осколков, даже банально, в его сторону. И поэтому он собирает, скорее всего, барабаны следующим артефактам. Да, я тоже так думаю, что это барабаны. Хотя это, возможно, и диффуза. Тут тоже не ясно. Возможно. Но барабаны бы ему не помешали. Так, ну и Шторм 10 уровня. 1200. Что, сразу Бладстоун или сразу Орхид? Орхид, в принципе, норм. Бладстоун тоже, я думаю, будет норм. Ну как-то не уходит. Стоп, вот, смотри, Лода до сих пор тут торчит. У него уже 500 сверху Даггера. Ждут дефера, потому что 300 хп осталось у ушки всего лишь. Они хотят добить этот Тауэр. Ну, если никто не придет дефать, то ок. Отправится уже там в мид, например, или на нижнюю линию. Если кто-то придет дефать, его сразу же захотят убить. Вот аппарат, он тут вот как дефует. Ну смотри, Лода. Послушал твои слова, говорит, действительно, что-то я тут туплю на линии. Приуныл. Формлю, формлю и приуныл. Ну и вот увидели, куда пошел Шторм. Понимаешь, что он сейчас... Ну Шторм не лучший таргет, чтобы цеплять. Разве что Акис инициирует как-то с помощью Сайланса, а в остальном это очень уныло смотрится. Потому что Шторм их обмансит. Смотри, смотри, сейчас Лода входит, стан, должен быть Сайланс, и это минус год. Да, отличная реализация даггера. Шторму влетело уйма дэмэджа, там и щиток Дарксира много нанес. Кстати, Дарксир сейчас пытается получить свой седьмой уровень. Вышечка на топе упала. Сэндж появляется у Снайпера, он начинает с толстоты. Он боится, что на него будут врывы, и его смогут быстро пробить. Ну Шторм-то есть для врывов? Есть какой-нибудь Шторм, ультаппарата и Сюрикен. Сюрикен копьё, всё, как бы тебе, Габелла, в тебя влетает очень много дамаги. Врыв от Свардара, очередной. В этот раз станом он не попадает. Есть минус армор по ФНГ, у Свардара серьёзные проблемы. Иллюзии, правда, пока там плавятся. Ультаппарата неточный, вернее, точный, но по Свардару не попадает. Сэрилян сейчас погибнет. Боюет, но он умирает и умрёт. Тут ещё и ФНГ, его расстреливают, это минус. ФНГ, даблкил от Пайката. А вот как Снайпер наваливает по минус армору. Он дико наваливает по минус армору. Если, не дай бог, сейчас кто-то соберёт ещё какую-то медаль, которую будет вешать на вот этот Amplify Damage. Всё. То есть там цель будет падать с трёх выстрелов. Несмотря на то, что у Снайпера дамаги не так много с руки, сейчас всего сотка. То есть всего у тебя 100 дэмиджа. Но при этом ты будешь ляпать тычки по 150, а тип не будет блочить вообще нисколько урона. Да, тут меди забрали тем временем. Ой, и хорошо нападает Свардара. Вижна нет. Вижна уже нет. Ну, парадосты уже покупать, на самом деле. То есть вы играете против Bounty Hunter, можно иногда и прикупить какую-то гадость подобную. Смотри, БХ тут пока тусуется рядом с селёдкой. Селёдка на спринте за руной. На 14-ая минута. Все дела. И дабл дэмидж забирает. И сразу же на Рошана? Ну, возможно. Хотя, видимо, не особо вроде бы. Хотя горят желания, потому что просветки как раз нет. Кто его знает-то, вдруг тут сейчас БХ-шечка какой-то сидит и ждёт, когда ему отдадут Рошана. Да, ну поэтому надо покупать. Надо покупать просветки, иначе всё будет печальненько. Потому что Bounty Hunter, который будет уходить из файтов просто так, безнаказанно, и раскидывает треки, при этом не попадая вообще ни в какую опасность, это плохой знак, скажем так. Ну смотри, всё-таки это Диффуза у Иллидана, решил он обойтись без барабанов в этом матче. Не думаю, что мы увидим дальше сборку каких-то там барабанов. Ульт-аппаратом тоже неплохой. Шторм-спирит. Там заход в спину, посмотри, пошёл стан. Ну, Мэда мгновенно просто разваливает, залетает шторм. Зачем тратить Сайланс на ФНГ, при том, что он уже кастанул абсолютно все свои спилы. Объяснение в студию. Тут вот Лода пока гоняет, он сам под треком, нападает дальше на ФНГ, ФНГ сгорает, и нужно уходить. Нужно просто уходить. Трек на Слордаре пока ещё висит, через 2 секунды будет спринт, и дальше его будет зацепить тяжело. Никва, Никва, стяжечка есть, пришёл пайкат, Слордарчик может выйти на развороте, сейчас прыгать, отлично! Это минус 2 ещё. Просто вау. Да, при этом ещё ввалиют там Иллидан. При этом ещё могут быть проблемы серьёзные у самого Иллидана. Не, ну тут стиков нет, стиков нет у Слордара. Он вот пока нашёл настоящего, правда он его нашёл, он его подсветит, и он его убьёт! Это Team Vibe. Да, это минус 5, действительно, а Лайнс очень здорово сейчас подрались, там погиб Снайпер, это, конечно же, для них неприятно, но при этом Мому Снайпер это ясное дело, а вот Слордар совсем скоро будет с БКБ. Да, Слордар 3200 экспы заработал, 3200... Да у него уже второй Amplify Damage, у него на 16-й минуте 13-й уровень, практически. Да, почти 13-й. И Динджи, Динджи ещё он тоже тут неплохо подзаработал, 1100 золота для Слордара заработал, в принципе он сам, ну не только он сам, Драк Север там тоже хорошо постарался. Нападение! Есть Даст! Есть Даст, есть Amplify Damage и есть минус Баунти Хантер. Ну вот он, как работает Баунти Хантер против Слордара, если он знает, где тот находится. Ну, всё плохо на самом деле у Asus Polar, очень плохо. Преимущество они своё всё потеряли, было около двух, ну полторы тысячи, 3000 отыграли онлайн за последние минуты, наверное, три. 4000 по экспириенсу. Он-то порешено, пошёл, ни по кому не попадает, попадает только трассы по Слордарчику, подходит Тренд Протектор. Слордар и Ирод, и Иллидана нашли. И Мистик Леер. Да, это минус Иллидан. Это минус Лил, скорее всего, если, конечно, Лода пойдёт дальше, нет, Лода идти не хочет, видит ФНГ, минус армор, 175 с руки, 175 с руки с атакой в 100. Да, 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 это работает именно так, потому что Винга, у которой там 5 армора, а она... Ты посмотри, что с Рошаном. Ну, да, этому тоже, в принципе, нормально навешивают. Может рискнуть запрыгнуть в Торм? Почему? Что Сайланса тут нет, Стана тоже нет. Контроля, по сути, вообще никого нет. Пошёл ульт-аппарата. Ну, опять же, толком никого тут не пробить, продолжения также никакого нет, и у Аллайнс всё просто шикарно. Да, Мека появляется у Дарксира, Слардар дофармливает своё БКБ, тут, наверное, Си уже практически вот-вот появится у Пайката, это ещё Слоу, ещё скорость передвижения, атак, спид. Ну, получает он трек. Он не особо напрягается, у него 1200 хп, у него 7 армора, а у вас 0 армора, когда вы дерётесь. Хотя, какие 0? Там далеко за минус, я так сказал, потому что 3 брони родных у Апаришина, 9 у Баунти Хантера, это один из самых бронированных персонажей, ну, естественно, вот 18 у Фантом Лансера. Ну, даже 18 армора Фантом Лансера уходят в 0, фактически, после одной только ульты Слардара. Речи нет там о каких-то дополнительных плюшках, правда, их пока тут тоже нет в наличии, но они могут появиться. Ну, просто у Фантом Лансера становится 0 брони. Там не 0, а пару единиц. Это буквально 10-15% сокращения физдэмэджа. 10-15% вместо там 50-60%. Ну, да, очень-очень печально всё выглядит, когда снайпер стреляет по Амплифе дэмэджа. Опять же, очень быстро вычисляют Иллидана, Мистик Флэйр не работает по иллюзии, поэтому ему влетает чистый дэмэдж, а дерево рутом фиксирует его на месте, как бы много их не было. Ставится Сентрия сейчас на случай, если Баунти Хантер находится рядом. Здесь, смотрите, шторма зачекали. Баунти Хантер находится рядом, да, слетает Смог, должна быть, наверное, сейчас какая-то просветка или Сентряк. Ничего нет, Шторм Спирит отсюда... Там БХ спас, на самом деле, сейчас Шторм Спирита. Да, реально спас. Ну и вышки на топе нет, поэтому... Ой-ой-ой, трек. И ребята сейчас понимают, что Баунти Хантер находится где-то на этой линии, но БХ сразу же уходит как можно дальше. Ну и, собственно, вот он пошел, ПЛ-чик, дальше фармить Эйншентов. Как ни крути, у Фантом Лансера все более-менее норм. Не, у Лансера вроде как все норм, но как начинается драк, его слишком быстро убивают, потому что тысяча ХП это очень мало. Да, его 18 армора за счет Владмира и его большой ловкости, это здорово, но там снимается сейчас уже 15. Ислордар пошел дальше, будет нападать. Ну, успел, успел, да, уйти отсюда Элидан. И вот без мана остается лога. Арканчики здесь очень нужны, а их нет. Тут даже не в Арканчике, дело в БКБ. Будет БКБ, будет мана. Да. Смотри, смотри, Тренд видит Элидана, пока не рутает. И все, ребята просто подходят немножко подальше. Тренд протектор занимает еще одну позицию, вот такую вот теперь. Что там по Вижну у ребят? Ну, Вижны не так уж и много, ночью все-таки на дворе. Да, у Пайката уже готова, стоит, наваливает смом, у него есть Аегис, поэтому врываться на него не особо хочется. Или Дана заткнули, будет ли Мистик Лейр? Ну, Кажется, по месту! Слушай, могут быть серьезные проблемы у Ильи. Дерево, ты Оверграус, но Оверграус ушел в молоко. Слардар прыгает, нападает на Лила, Лила пробивает, убивают Лила. Но тут также Никва сейчас находится на грани уничтожения. 155 хп у него всего осталось. Только Никва выживает. Ну да. А вот ФНГ вряд ли. Уже нет. Да, Вижн есть, а снайперу, когда есть Вижн, стрелять одно удовольствие. Рейндж бешеный, мувспид под Момом и Си тоже запредельный. Соответственно, просто беги и стреляй. Он так и делает. Он так и делает, и это работает. Снайперу дает 2500 дамаги. Вот срученьки, просто срученьки, как говорится. Ну и Маушторм нужен сейчас, чтобы пошустрее расправляться с иллюзиями Лидана, которых пока контрить особо нечем. Потому что АОЕшек немного здесь. Ну, разве что щитком Дарксира, но это уже в контактном бою. Когда в контактном бою ты с Лансером, обычно маны нет. Да, поэтому ты должен либо, вот на примере Слардара, врываться, нажимая БКБ и сразу выдавать свой полный прокаст, а там уже как получится. Либо, я не знаю даже, что делать против этого Фантом Лансера. Да, либо просто пытаться убивать эти иллюзии. Ну, с помощью Мюнира, я думаю, получится убивать иллюзии. Что, выйдут, давить мидом? Да, на мид, на мид пока действительно отправляются, продолжают давить. ПКТ 1700. Ну, слотов пока нет. Аегисом все занято. Все слоты. Все слоты. Большой Аегис. Такой на 6 слотов труднопереносимый. Ну, действительно, вроде и стики нужны, и телепорт нужен. И Аегис бы не помешал пока. Форта есть. Форта есть, могут защищаться, пока не особо торопятся. Дерево находится далеко, но на нем трек не суется. Да. Ну, жаль, что нельзя, как мы там вчера или сегодня говорили, вешать Amplify Damage на здание, да. Так бы вышечку просто... Из 10 тычек? Да, из 10 тычек минус тавор. Норм? Было. Да. Дарксеру нужен даггер. И, судя по количеству денег, которое у него сейчас есть, скорее всего, даггер сейчас как раз и будет. Как это выглядело раньше, когда-то, это просто врыв Дарксера, стяжка там по сколько получится, туда же влетает Слардар. И все. И джуджейм. Это такое себе РП получается. Такое себе РП? Да, да, только из двух героев. Слушай, а Дарксер сейчас доберет даггер, то все нормально. И я же о том же. Скайрос Мейдж. Ты сейчас Тоус Лордара. Что ему собирать дальше, смотри. Идеальный вариант Кираса. Конечно. Кираса, скорее всего, тут и должна быть. Кираса... Ну, да, типа Кираса и Алибарда вот такой вот. Алибарда? Все, Алибарда больше не будет, Роман. Слишком у вас с Алибарда зависимость. Я понял. Извините, извините. Нет, ну против Фантом Мейнсера вроде как и не очень должна заходить. Ну, блин, у нее появится Манта Стайл, он будет скидывать все до Пельганган. А с другой стороны, ну, типа Месы, Месы, Месы. Все забывают про эти Месы, блин, злополучные. У тебя вместо там двух тысяч ХП становится фактически две с половиной тысячи здоровья. Тут что, на Лилах хотят ворваться так нагло? Ну, блин, ты в соло его не развалишь. Там рядом еще ФНГ. У-у-у-у! Ну, блин, там свап, понимаешь? Сделайте три тычки, там свапнут, стан, типа, и... Стешко-стянка? Стешко-стянка, да, и сколько бы ХП не осталось, он все равно уйдет живой. А вот тут не факт, что уйдешь, потому что Шторм Спирит может ворваться. У Шторма, кстати, 3 800. Слушай, 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 Лода, ФНГ, ФНГ, Лода, Лода, ФНГ. О-о-о, говорит, привет, друг. У меня сарморчик, и вот так пил, пил, пил. И ФНГ так, беги, беги. И на этого еще и Amplify Damage, но там... А врыв будет какой-то? А не, не будет, у Шторма слишком мало мана. Да, у Шторма, кстати, 500 мана всего лишь осталось. И Пайкат в медли. Слушай, 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 тут Лода-то недалеко ушел. На Нику нападает сейчас Иллидан. Иллидан нападает. И отличный доппельгангер. Но и... Не угадал. Все, минус. Рут, подожди, Нику еще живет, хотя Шторм запрыгивает. Живет. Живет. Живот. Кстати, Баунтихантер куда-то пропал, не заметил? Да, 10-й уровень его вообще нет, действительно. Он в начале игры был такой активный, он... Треки, киллы, попытки там какие-то, потом хоп, и седой вываливается, типа... Из игры дропнул. Баунтихантер, может, будешь вешать треки? Погоди, немного. Доформить барабаны. ГГВП, Тимон, дари. Тимон, раки. Ну, тут сейчас нормально разбираться. Слушайте, вот этот момент с дуппельгангером очень классный такой. На самом деле, у него получилось там не заявить. То есть, он не знал, что его вообще атакуют. Он просто создавал иллюзии, чтобы пошустрее убить. Ну, не знаю... Пошел танчик, подцепили Лидана, подсветили. А вот это уже проблема. И все, смотри, что делает снайпер. Он просто его изничтожил. Испепелил. Изничтожить. Седой, такой. Получай! Вот это, знаешь, из-под тяжка. Вот эту шашку. Закинул Слардару. Ну, как-то не особо расстроен Слардар. Я смотрю, то, что его видит. И третье Amplify Damage, это уже минус 20 армора. И теперь он в ноль убирает и в минус умирает армор Фантом Лансера. То есть... Армированный пацан на карте. Какой-то аппарат сейчас с четырьмя арморами. О-о-о-о! О-о-о! Увидел на Seamplify Damage? О! Седой увидел на Seamplify Damage. Да... Инвиз 15, то ли что? Инвиз! Инвиз, говорит. И БКБшечка также появляется у Снайпера. Но это на случай, если все-таки до него доберется какой-то там Шторм. Лансер, Шторм, да, неважно. Ну, Шторм можно собрать попозже. Тем более, как мы говорили, БКБ дает атаку. В любом случае. Чуть-чуть. Да, Снайперу это всегда приятно. А по минус армору вся эта атака, она, естественно, еще и умножается. Ну, и Снайпер сейчас уже получает 16-ый. Появится третий, там, Ассасинейт. Хотя Ассасинейта в этой игре я практически, наверное, не видел. А зачем, когда ты с руки тыклишь? Ну да, у тебя с руки ДПС действительно неплохой получается. Мом подрубил. Уже начиная просто с того момента, когда он у тебя появился. У Слардара уже по определению там имеется, допустим, дайгер и ульт. Первого, второго уровня, без разницы. И ты просто выдаешь вот эти 200 урона. Смотри, смотри, смотри. Лода отдает крипов. Неужели у дерева недалеко? У Аганим, да, у Трэнд Протектора, да, Аганима. 250. Ихлопает 250. И начнется то самое. Хотя тут есть Баунти Хантер, который все равно ничем не занимается. Так что он, скорее всего, придет. Эффекты, да? Ходить бить деревья. Он флеймера этого взял и ничем не занимается. А чем он занимается? Давай, давай, давай. Чем он занимается? Треки иногда кидает. Ну да. Ну да, это его работа, по сути. Да. Дальше. А что дальше? Это его работа, хватит. Не надо больше ничего ему делать? Хорошо, понял. Все. Я так папочке буду кидать. Треки нул. Так да. Взять его. Взять его. Ребята, я все сделал. Удачи. Я на лейн. Минус Рошан снова. Да, вот Рошан 4, минус 16. Это то ощущение, когда тебе впиливают очень много и больно. Снова Егис. И я думаю, что вот с нынешним запаком совсем скоро настанет момент, когда лайнс пойдут стрелять по Т3. Да, а защищать Т3 пока проблематично, потому что ПЛ недостаточно силен, чтобы вести вот именно... Контактный бой. Контактный бой, да. Чтобы просто идти лоб в лоб драться с кем-нибудь там. Потому что у Слардара есть БКБ. На него даже если ты нападешь, он просто его нажимает, нажимает стан и вроде как понятно ху из ху. Аганим у Апаришна и аганим у Трэн Протектора. Ну, Апаришна, наверное, поважнее все-таки. Ну, смотря с какой стороны посмотреть. У Апаришна он реально крут именно в замесе. У Трэн Протектора он тебе дает много тактических вот этих наработок, тактических бонусов. Потому что у тебя очень много вижена, потому что враг, если он и хочет перемещаться по карте, то только в смоке, его почти всегда видят. Либо тратить уйму времени на вот этот вот Девардинг так называемый. Тут, кстати, Сидуха приплыл. Ну, вообще да, его просветили. И снайпер ему три тычки ровно сделал. 340 урона ему залетало. Ну, это с головашотом, да, последняя плюха залетела. Ну, знаешь, головашот имеет шанс неплохой, я тебе так скажу. То есть он надеется на то, что да нет, головашоты не пройдут, там не приходится. И у снайпера уже хватает на Мелшторм. То есть к окончанию Аегиса это будет готовый Мьёльнир. Ну и все, он идет, он сейчас будет стрелять по Т2. И вы не знаю, чем будете защищаться. А вот он Манта Стайл у Фантом Лансера. Но что дает Манта Стайл Фантом Лансеру? Чуть-чуть хп. Да. А что есть у противника? У противника пока огневая мощь, по мне, достаточно серьезная. Кстати, Дарксир не стал собирать даггер. Ну, покупать, вернее, даггер. Я не знаю, чем он собирает. Он собирает либо Форд Став, и я просто вижу, у него ультимейт орб, и я не понимаю, что будет из него тариться. Ну да. Вообще, в идеале, это должен быть Хекс, наверное, но вот появление Става в Визе меня немного смутило. Прилетает Мелшторм. Просто с даггером это была действительно очень крутая комбинация с Лордарычем. Возможно, просто парням пофиг на комбинацию, они знают, что они нормально не исполнят, и типа будем играть, как играем. Это нормальный подход к игре, так скажем. Да, 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 это реально пойдет, если вы действительно не уверены. Оп, седой, здравствуйте. Шторм запрыгнул, Никва. Ну, хорошо, ультаппарат, в принципе, даже неплохой получился. С Лордар отсюда пока вынужден просто уходить. Как уходить? Они отступили, да, они попали под ультаппарат, они отошли ненадолго, надо расстрелять иллюзии Ланцера, Никву пытаются выжечь, свапов никаких не будет. Пайкат, Ливеньк Армор, Аегис все еще имеется. Забирать руну дабл дэмэджа, Т3 они не покоцли. Опять же, они забрали баунтихантера в безответку, то есть, ну, никого не потеряли при этом. И у лоды вот-вот появится кираса, которая позволит немного быстрее сносить всякие Т3 и бараки. Еще бы дезолятор какой-то, и вообще бы все идеально было. Ну, это уже совсем такое... За пределами реальности, да? Ну, да, то есть это минус 7, минус еще 5, это 12, 32 брони просто от одного Свардара уходит. И медаль. Да, и того 39. И дазла из другой катки. Не, ну, можно просто вот с медалью, да, 39 армора. Просто вот у кого в здравом уме может быть 39 армора? Драгоннайта под дазлом, медалькой... И с кирасой. Ну, как-то так. Да, ну, тут нет драгоннайта. И дазла тоже. Да, и кираса с медалькой вроде как не намечается у паларов. Пайкат прожимает. Ну, да, ланцер ему, в принципе, бьет. Причем иллюзии у ланцера перестают наносить урон, как только у снайпера заканчивается мана, по сути. То есть они им мало очень бьют. Что там, да, вроде мантастайл, диффуза, сколько там урон иллюзий? Урон иллюзий 16%. То есть 8 иллюзий будут бить... Не, у милишных больше. Ты имеешь в виду со скиллов, которые? Да. А, ну, со скиллов, да. Я про мантастайл просто. Ну, иллюзий, да, у иллюзий там не так много дамаги. Ну, соответственно, пока есть мана, они выжигают, то да, там какой-то урон неплохой заезжает. Как только мана заканчивается, все печальненько. Снайпер находит руну Регина, он становится фуловым. У него не стоит забывать, потому что еще Аегис. Сейчас подходит. На топе нашли. Вингу. Ну, как нашли? Ее особо-то и не искали, а она сама пришла. Сама нашлась. Шторм врывается на Никво. Пошел Юл. Это... А Готто больно получает. А Никво-то еще живет. Там Пайкат нормально вроде бы расстреливать сейчас. Застрелил он по итогу Шторм Спирита практически. И... Нет, не получилось. Выстрелил, но там тренд протектор, отличный рут. И врывается лодая. Просто разрыв. Это минус четыре. Живых только Шторм Спирит. Боже мой, как это быстро произошло. Ребятки тут просто оказались под всеми вот этими... Ну, а Еггис дропнули. Точнее, он, я так понимаю, закончился прямо во время файта. И отрегенить ничего не успел. Да, в любом случае, это минус четыре. Вот если нажать в файтере карту, мы понимаем, что очень-очень много, опять же, и бабла, и опыта. Всего-всего-всего получают ребята из команды Alliance. А мы напоминаем, что это вторая карта. И один-ноль они уже ведут. Да, и снайпер идет дальше фармить, с момочеком подрегенивается, у него появляется Мюльнер. Тут уже готовая Кераса. Ну, блин, я не знаю, с каждой следующей файта будет все труднее и труднее выиграть. Да, Кераса это серьезная проблема. Там 2000 хп. Слушай, а я не понимаю, я подумал, что это Дарксир себя засейвил Юлом. То есть, ну, он попытался засейвиться от Шторма, выиграть какое-то время и так далее. А я сейчас смотрю, у него нет Юлы, ты его год поднял сам? А зачем? Он же фокус этого Дарксира, типа он пытался его... Ну, возможно, это был удар на клавиатуру. Опять лицом вот это? Да, да, возможно, просто мискликнул. Рома, кожеви. Дай бог тебе здоровья, Роман. Хп-бар вам побольше. Короче, что-то у меня вообще плавит под вечер. Я так сочненько чихнул. Да и жарко, у тебя просто, как у меня на пыль, типа реакция такая. А пыли здесь, наверное, до хрена. Системников много. Соответственно, аллергическая реакция организма не заставляет себя ждать. Да, тренд протектор пытается собрать рефреш. Он хочет два рота заюзать, и, наверное, это актуально. Но это мощно. Это реально очень мощно. А учитывая то, что аганим уже есть, ты, типа, всю карту жмак и зарутал. И всё норм. Причём тебе даже не обязательно в замесе находиться в некоторых ситуациях. Просто где-то шёл, шёл и чё-то всех убил. Чё-то убил всех? Да. А ты идёшь, идёшь, и ты такой, чё-то прирутыл, прирутался. Да, прирутался немножко. Ультаппаратом. Очень качественный, хороший, но проблема в том, что Никва сейчас просто нажмёт Мекку, а снайпер сделает 5-10 выстрелов с Момом. Опять же, накинется Ленин Кармор, и все будут здоровы. Как-то так. Да, и смотри, с лоу-граунда снайперочек уже начинает наваливать, пошли шрапнельки, пошли плюшки-потовырульки. Короче, всё норм. У Альянс всё очень даже норм. Да, но они недолго стали бороться с этой вышкой. Смотри, они пару-тройку хитов ей накидали и пошли дальше фармить. Несмотря на то, что вроде как Кироско уже есть, там дело не в фарме, дело вот в этом пацане. Он появится. Это пацан, это понятно, тут спору нет. Вот я вижу лода в инвизии дерева, под щиточком, ждёт Иллидана. Есть вижн по нему, Иллидан. Сейчас может очень сильно подставиться. Иллидан приплыл по ходу. И прыжок. Да, нападают на Илью по цвете. Как же ему разваливает снайпер? Четыре тычки. Это просто разрыв. И Седой тут тоже умрёт, и все тут тоже умрут. Седого отпускают, Седого отпускают. Просто беги, глупец, говорят. Это было ровно четыре тычки по Иллидану. Да, и он делает байбэк. А там ребята сейчас просто развернутся и пойдут, что? На Рошана, наверное. Хотя на Рошана ещё целых две минуты с половиной. Делён немного, что ещё до сих пор гемы нет. Опа. Опа, опа. Да, кстати, то, что гемы нет, это действительно странно. А вот, центряк воткнули, увидели. Увидели то, что там был бы хамм. А мы с тех флэером на кроваке. Хорошо, старался, старался. Старался, ну. Но спылы созданы для того, чтобы их нажимать. Даже в такой ситуации. Расскажи это чуваку, с которым, я не помню, это как обычно друг друга. Я тебе рассказывал, мы с ним играли. Он на Огармаге за восемь минут не дал ни одного стана. Здравствуйте, я Роман, я алибардозависимый. Я алибардозависимый? Я действительно алибардозависимый. Это хороший артефакт, почему его не собирают? Потому что видишь, я без него нормально. Ну да, да, мы все ждем Интернешнл. Интернешнл у нас пойдут хиксы вместо Дагонов. Вот это вот. Трайхарды эти начнут. Хиксы вместо всего пойдут. Да, 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 вместо действительно всего. Каждому по хиксу. Через минуту появляется Рошан. 3-300 у снайпера. Не знаю, ему сейчас лот, наверное, не стоит забивать. Хотя он может какой-то иглсон купить, который ему очень поможет против того же Фантом Ассасина. Да, талисман в ворота. Талисман в ворота поможет больше. Да, талисман в ворота, ну не больше, но я имею в виду целый, целесный бутерфляни кусок. Не, ну целый, понятное дело, но на целый-то... Да я про то, что Ланцер здесь и не бьет снайпера. Типа, если инициирует команда онлайн, Ланцер вообще не бьет. Ну, типа того. Не, ну с такой точки зрения можно вообще попробовать просто влупить Дейдалус какой-то. Дейдалус или МКБшечку свою. Да, да, и просто разваливать кабинеты, например. Учитывая то, что, как ты правильно отметил, до снайпера вообще редко добираются. Там хорошо запаковался Лордар. Он купил себе эту кирасу, набрал себе армора, ему еще какую-то Тараску и все. Его задачи в игре на 100% выполнены. Даже если он там неудачно инициировал, его начинают фокусить, он впитывает в себя миллион дэмэджа, и снайпер за это время просто разваливает кабинеты. Все. Да, Тараска хороший выбор. Действительно. Ну, а у Никовой скоро будет готов Хекс. 2000 ему осталось зафармить. Это Роксиры, это небольшая проблема. Появляется Рошанчик, Аки его зачекал, смещает сюда Пайкат. Слотик у него есть. Также летит сюда уже вовсю Лода. Сейчас, говорит, я ему расскажу про армор и как с этим бороться. Ну, и Рошан сразу осознал, что он конкретно не прав. Хотя вот минус 20, он в печали. Да, падает очередной Рошан. Сколько там преимущества? Преимущества уже 17 тысяч и 14 тысяч по XP All-Lines. Очень неплохо они выглядят. Там, понимаешь, вот Штурм вроде только что купил себе Хекс, а ты понимаешь, что... Да плевать, по большому счету. Если нападают Альянс, то там они нажимают уже, естественно, БКБшечки и все. И твой Хекс за те 5 секунд времени, они выдают такое большое количество урона. У снайпера 8 секундное. То есть он в БКБ будет 8 секунд. За 8 секунд он расстреливает Ланцера плюс-минус 2 цели. Он пройдет в Штурм. Мэтт такой типа ОК. ОК говорит. Хорошо, поглядим. И заканчивается инвисовки Мэтта. Но должны сейчас с Аегисом идти. Должны с Аегисом идти пытаться расстрелять хайграунд. Я думаю, снайпер не прочь сейчас немного повалить по вышечке. Да, крепочки уже подошли. Появляется еще так же глаз Скадди у снайпера. Правда, класть его пока некуда. Что он предпочел бутерфляю? Изменщик. Почему изменщик? Что за наезды вообще? Клацер дает у ворот. Что в арм запрыгнул? Неплохо, кстати, нырнул. Но вот ульт аппарата этот, как я люблю говорить, приветствующий вот этот такой... Заходите к нам на базу, господа. Ульта нет секунд. Нет ульты, да. Не особо снайпер напрягается. Да, вот эти люди, конечно, манну ему повыжигали, неприятненько. Ну, а ему там манна не особо и нужна. Единственное, шрапнель жалко, конечно, но она стоит 50 манны. Это не так уж и много. Слардар. Так, пык, пык, тычечки залетают. Кираска работает, запрыгнул. Ой-ой, Илья, его свапают сразу же, но Слардар, Слардар бычет. И минус вышка. Бараки будут сейчас пытаться сносить? Пытаются, противопечный, правда, есть. Ранджовый пострелял, миличный. Проверю, он... Так, запрыгнул. Слушай, Шторм. И очень серьезные проблемы. Там снайпер продолжает расстреливать, уже минус 2, минус 3. Пытается уйти оттуда вся оставшаяся команда. Вернее, это один Фантом Лансер. Ну, Лансер и аппарат. Аппарата только особо нет. То есть, вот, проломали сейчас защиту из героев. Ломают бараки. Это минус сторона. Пошла Мека. Снайпер, мне кажется, готов чуть ли не на Т-400 разломануться. Ну, конечно, идет еще хотя бы минус в сторону сделать, чтобы... Да, там Слардар пошел дальше нырять. Оп, минус Селедан. 4 тычки. Ну, это все, это ГГ. 4 тычки можно писать ГГ, потому что у Ансера нет байбека. Это ГГ от Асус Поллер. Это уже стопроцентная, безвариантная. Да, летят тут ульты аппарата. Но мы не будем забывать то, что у снайпера до сих пор есть Аегис. Да, ребята тут останутся до тех пор, пока они не заберут там, либо три стороны. Хотя три стороны вряд ли дадут, потому что через секунду появляется Шторм Спирит, а фуловый Шторм там. Короче, прогнать могут. Вот так, например. Как тебе? Нормальный врыв. Мне понравилось. Пойдет, да? Симпатичненько. Гадеток. Уже летел. Но и Хиксули не забываем. Гот тут реально сейчас может поубивать много народу. По крайней мере, да, четвертый фраг также и есть, но пайкат отстреливается. Просто как Кабра-тигр сражается. Так вот. Режит кем на земле. Оп, исчез. Оп, исчез. Ребят лагает. Кали? Кале. Калешка. Калешка, действительно. Да, ну врыв в две стороны. Врыв в год был неплох. Врыв в год был великолепен. Да, он зарядился Бладстоун, он круто залетел на трех. Трипл килл. Но суммарно в игре это ни хрена не меняет. Вот если честно, быть от хайлайтик. Хайлайтик есть, да. Хайлайтик хороший. Я такой еще думаю, о, три типа кучи настоящая, шторм летит, азаза. А он такой, вжить. И влетел. Трипл килл. И трипл килл. Ну, еще изи написать потом в чатике. Че-то не чувствую вас. Да, холодные совсем. Скоро так по шпатинку сможете. Да, ну карта, конечно, вся заваржена этим тренд протектором. Ты посмотри. Вижена просто тьма. Рефрешер летит? Нет, нет. Ну, это добрия он став собрал и забыл про рефрешер. Ну, смотри. Ходят, ходят. Дровосеки. Рубят леса. Бедный тренд. Он ходил, старался. Вот это вардил, а вы... Не люди. Ну да, тут одни дровосеки рубят деревья, вторые бараки. Кто на что учился. Да, Еги сейчас пропадет, скорее всего, у Пайката совсем скоро. Пайкат ходит без фейзов. Просто пешочком. А зачем его? Даже у него слота нет. Это, кстати, норм. Да. А зачем снайперу ходить? Вот он стоит на лоу-граунде. Если будет врыв, то будет к нему. Типа, реально ходить не надо. Ну, 24 атаки, значит, 24 атаки теряем. Зато он сейстя Егис. Ну, я думаю, что он не особо теряет атаку, взяв скади вместо фейзов. В принципе, неплохая, я думаю, такая, неплохая замена. Видят здесь ФНГ. Возможно, на него кратский будет врыв. Шторм там отпрыгивает. Ну, шторм с Хексом, это круто. Пропадает Айгис прямо сейчас у Пайката. Восстановил он всех ХП. Пошел Рут. Сид. А тут Слардарчик уже входит. Правда, нет, пока еще не вошел. Вот на бокамерчика Элидана подсветили. И это минус Илья. Подожди, пока Элидан еще живет. Ну, пока живет, да. Пошла стяжечка. И да, слушай, он ушел. Он действительно ушел. У Слардара только-только станеткдэшился. Снайпера подсветили. Снайпера отстреливается. На погоне пока еще за ФНГ. Его подходят, крипы тут. И просто... Просто замесили. Да, Год может ворваться, попробовать. Кому-нибудь Нику, я не знаю. Курьер, 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 смотри. Курьер. Опа, размансили сразу же Курьера. И все, и Год просто забайтили на него. Ну, окей. Хорошо. А Год еще и на дереве стоит. Поэтому его видят. Поэтому его... Если пройдет баш, то минус год. А он прошел, прошел. Ну, у него есть байбэк. Это круто. Слушай, вот... У него есть байбэк. То есть, на Тима просто потратили блинг, а у него есть байбэк. Ну, блин, я имею в виду того, что он еще сможет посопротивляться. То есть, то, что он умер, это его ошибка, это понятное дело. Но факт в том, что он хотя бы сможет сейчас в следующем файте еще повоевать. Мамочек, наверное, продастся. А что он продал? Фейзы? Кто? Кто что продал? Ну, байкат продал фейзы, купил все бутерфляй. Ну, вообще, слушай, Иллидан опять стрьет. И сейчас у него ситуация намного плачевнее. Хотя, вот все, ушел. Да, никто не собирался его бить. Так, шугнули немного. Тут снайпер... Это еще, вот, долетая сейчас до него... Бутерфляй. Смотри, у него сейчас 0.43. Да, с новым это там, ну, 0.30 с копейками будет. Да, норм, так, три атаки. Такие, по три соточки. По минус армору. Пю-пю-пю-пю. Неприятные события в вашей жизни, когда по вам лупят снайперы. А вы под демплей фейдэмэджем. Да. Мало кто будет радоваться. Я думаю, в принципе, мало кто будет радоваться, когда по нему лупят снайперы. Это по определению уже как бы неприятно. Да, есть такое, да. Не могу с вами не согласиться, сударь. О, инвизабилити, говорит Слардар. И пошел искать. Типа, говорит, я в инвизи. Но почему-то онлайнцы не хотят пропушить топ и попробовать зайти. Они ходят по карте, делают какие-то соло-фраги, диффуза появляются у Скаймага. Чтоб ты понимал вообще. Это на кой хекс сбрасывать возможно. А, ну вообще, да, вариант отличный. Ну, типа, если снайпер не успеет жмакнуть БКБшечку, там, добрый ваш Тарман, например. Привет, ФНГ. Минус армор, шапнель. А тут и снайпер не понадобился, я так скажу. Там ФНГ и так с двухтысячек упал. Не, ну если что, у Слардара там тоже как бы две сотни атаки почти есть. Плюс Хираса родная, да? Да, да, да. И атак спит тоже. И поэтому он с теми же там суппортами, там, с уфлейнерами, он уже неплохо общается. Другое дело в том, что онлайнцы никак эти фраги не реализовывают. Они просто, типа, убили окей Вингу, отошли. Ну, типа, вы получили за него 200 золота. Я думаю, это сейчас не актуально. Преимущество, типа, 20 тысяч по голде. Вот эти плюс-минус 200, они ничего не роляют. Единственное, что я думаю, они могут ждать Рошана еще одного. Они так и делают. Они действительно ждут Рошана. До Рошана осталось пока еще непонятно сколько. Возможно, совсем ничего уже не осталось. Ну, аки тут в качестве вардасты. Полезная функция Скаймага. Вот, появляется Рошан. Фактически сразу после того, как запущен был рандомайзер. И все. Это последний вероятнее всего Рошан. Если, конечно, Альянс там что-то совсем не напорят. И у них получится нормально подраться. Потому что пока вот смотришь на этого Фантом Лансера и понимаешь, что он совсем плох. Ну, он не может ничего противопоставить Снайперу. Тут можно по Нетворсам посмотреть. 30 тысяч против 17. Оно как бы почти в два раза, если что. Поэтому требовать что-то невероятное от Лансера, который проигрывает в два раза по Нетворсу, это довольно-таки странное занятие. Плюс у Тренд Протектора через 7 сотен появляется рефрешер. Линка появляется у Слардара. Нормально. Ну, а что? Ты понимаешь, что урона у вас вроде бы достаточно... Что это было? Не знаю. Это он ТПшечку просто зачитал и полетел. Да, походу. Типа дэмэдж нанес сейчас. Ну, типа того. Ну, ладно. Да, он ТПшечку зачитал. Вот он купил новую у него кулдаун как раз там. Ну, и сборак. Пайкат его в секунду развалил. Рейнжовый. Сейчас должно быть смещение на топ. Жалко у него патроны не кончаются. Ну, типа нет там в обойме 15 штук и надо было потом релодить. Ну, что, у него вот это иммортальные пушки, он там барабан такой, знаешь, типа... Ну, да, но он же не останавливается. Он щеми-то щеми. Может, как в КСе что было? Ну, да, типа релод. Там 30 патронов, релод. Да. Чешку достал. И ножом потом в ближний бой пошел. Лансеру гормах. Хорошо, что не мы с тобой делаем доту. Да, да, да. Мы уже в который раз убеждаемся в том, что это действительно хорошо. Ну, отчасти у нас идеи хорошие. Отчасти это... Какое именно отчасти? Иногда у нас хорошие идеи. Ну, иногда, ладно, есть нормальные идеи. Мы все-таки задумались, пытаемся вспомнить, какие, например... Не-не-не, я знаю, что они были, я уверен. Я даже не буду пробовать вспоминать. Тут заход по последней линии, которая осталась цела, но надолго ли она осталась цела. Да, мы видим, как она отваливается. Фортификейшн есть у Asus. Могут попробовать поддефать, там, сбивают. Ну, вы... Ну, это не просто этого пацана. Ну, 0.33. У него реально три атаки в секунду. Вот ровно три. Ульт Апаришина. Обожаю, опять же, эти ульты Апаришина. Приветственный. Просто феноменальный ульт. Зачем? Зачем давать этот ульт? Вот просто зачем? Для того, чтобы сейчас... Выиграть время? Какое время? Не знаю. Ну, в смысле, пораньше спать уйти, это про это время. Ну, может быть. Разное время бывает. Смотри. Оп, лода пошел. Станчиком никого не настиг. Зато он может давать минус армор по баракам. И можно по ним стрелять. Да, да, да. И снайперу. Смотри, 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 что он с аранжевым сделал. Шторм. Влетел. Хера М, говорит. И улетел. И стеночка. И... Ой-ой-ой, как же больно. Минус инга. Минус инга. Секунду. Ну, там Пайкат просто может сейчас пойти даже в бараке начинать метелить, вместо того, чтобы драться с героями. Но героев побить тоже приятно. Иллидан там уворачивается. Хороший вроде бы рут. Иллидан собрал БКП. Все, понятно, забей. Это повтор сегодняшней катки. Да, но тут уже фактически ГГ. Горит третья сторона. Это мегакрипы уже. Все, у нас сгорело. Посмотри просто на эту карту. Оп, Иллидан. Иллидана убивает Слард Дар. Без снайпера. Да, да, да. Но это ГГ. Это ГГ. И это значит, что команда Полар остается без трех очков за этот матч. Потому что Альянс показывает, что они в принципе в неплохой форме ныне. Да, обыгрывают 2-0. Ну, слушай. Асус Полар, их сейчас громко называть Асус Полар. Потому что это остатки Асус Полар. Неполный состав с двумя стендинами. Какими бы не были опытными Гот и Седой, это все равно не игроки этой команды. Опять же, видно, как Седой в нее не очень хорошо вписывается. По крайней мере, по этим двум картам. Вот, у меня с Седым есть одна хорошая параллель. Это никва у команды Альянс. Он тоже вроде как и есть, а его вроде как и нет. Ну, блин, может быть и так. Только для Альянс это вроде как считается стабильный, постоянный игрок. А для... Тут вроде как... Это самое страшное, я тебе вот что скажу. Ну, да ладно. Матч получился неплохой. Обе игры были достаточно интересными. Ну, что можно сказать. Полярам не хватило, причем, как по мне, им не хватило не игры конкретно, а, возможно, других более толковых героев. Потому что Фантом Лансер здесь был совсем такой себе. А Баунти Хантер я вообще молчу. Баунти Хантера здесь не было. Давай с этого начнем. Два кила и три ассиста для Баунти Хантера, это дело печальное. То есть персонаж неплохой, хороший, маньсящий, с инвизом, что для начала игры это очень положительный, скажем так, спелл. Да, но тем не менее не пошло. У поляров и урон, вот, например, пайка 34 тысячи. Аппарат нанес больше, чем Эллидан. Вот зачем эти ульты. Я понял, что потом в статистике сказать, типа, ну чё, Элёх. Чё, Элёх. Я саппортом тебя перебил. Просто передамажил. Формить тебе, говоришь, надо, да? Лечиться тебе надо, Лёша, лечиться. Да, ну пока Фантом, Лансер, что-то у нас сегодня, то ли с этими билдами у них что-то непонятное происходит, то ли, я даже не знаю. Ну, начнём с того, что играют немного по-другому, чем Энви. Энви очень много играет в ФК фарм. Тут пытаются и подраться, и зачастую ещё, опять же говорю, пик баунтихантера после пика Слардара меня немного напрёк. Вот честно скажу. Типа, как бы инвизор. Вжалость, да? Инвизор. Просветка от инвиза. Против антиинвиза, да? Против антиинвиза. Да, ну и вот она, группа D. В принципе, всё самое интересное ещё впереди. И вот видите, Полары уже сыграли два матча, один выиграли против Power Rangers и один, только что на ваших глазах, проиграли. Нас не статанули ещё Нипы. Нипы на данный момент в очень хорошей форме. Они действительно могут показать неплохие результаты. На мэжере мне, как сказали, то, что они должны были, ну, на вид они ушатали, они должны были ещё и Империю ушатывать, там где-то что-то пошло не так. В итоге я говорю, то, что Нипы в хорошей форме, и, соответственно, самое интересное, это, по сути, будет только впереди. Потому что здесь сейчас каждый матч будет решать, кто куда выходит, а кто куда больше играть нигде не будет. А кто куда вылетает. Кто куда уходит, кто куда выходит, да. Да, ну, собственно говоря, наверное, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний день. Спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня с нами. С вами на протяжении всего этого вечера работали God Hunt и Каспер. И до скорых встреч в потусторонности его камеля. Пока. Двенадцатый сезон Старладера стартовал. Вместе с билетом в Дота ТВ ты получаешь сет на Слардара, в котором у героя появилось новое лицо. Изменённое оружие Слардара с новым эффектом свечения и два альтернативных скина на твой выбор. Ищи билет в Дота Стор и повышай призовой фонд. Двенадцатый сезон Старладер ТВ Двенадцатый сезон Старладер ТВ